В Крым вернулась святыня, утраченная почти столетия назад. В Севастополе встречались список иконы Божьей Матери Казанская, созданные в 1855 году для отправки защитникам города. К этому значимому событию в городе была привручена пресс-конференция. Точно определить место иконы в отечественной истории помогает текст на обратной стороне образа. Именно с этой надписи, замеченной искусствоведом и писателем Ольгой Ковалик, и началось обретение утерянной святыни. Среди огромного собрания Виктора Александровича Бондаренко, это был 2006 год, он мне показывал древние святыни, он мне показывал вещи, которые ему казались наиболее ценные. Меня манил и притягивал совершенно другой образ, который стоял даже ликом к стенке. Когда я его попросила показать, когда я прочитала надписи на другой стороне, я ахнула. Образ аналойный создан согласно традиции времени в смешанной технике, в отличие от оригинала, написанного темперой. Имя иконописца неизвестно, иконой является точной копией в деталях, повторяя значимую российскую реликвию. Он повторяет также две надписи на нижнем поле, предвствующие о поновлениях той первой древней святыни в XVII веке и в XVIII веке, что тоже очень важным материалом является. Мне очень радостно быть свидетелем этого исторического события. Принесение казанской иконы в Севастополе – это действительно прекрасная, радостная весть. И я очень надеюсь, что это событие положит начало более серьезному изучению, исследованию этого образа. С тем, чтобы помочь воссоздать картину бытования этой иконы, собственно, с 1855 года по 2009 год, когда икона, даже 2008-й, была впервые опубликована в каталоге собрания икон Виктора Александровича Бондаренко. Из коллекции Виктора Бондаренко образ приобрел фонд святого апостола Андрея Первозванного, общественная организация, цель которой – возрождение современного общества на основах традиционных духовных ценностей. Шесть лет совместно с Черноморским флотом фонд доставляет в Севастополь благодатный огонь. По окончании пресс-конференции был подписан договор, согласно которому в течение трех последующих лет образ будет находиться на хранении в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Это самая важная православная реликвия, которая когда бы то ни было находилась в новое время в городе Севастополе. Я имею в виду новое время – это основание Севастополя. И в дальнейшем я думаю, что Матерь Божия, если есть ее соизволение и промысел Божий почиит на этом событии, то, конечно же, эта икона останется в городе Севастополе, останется там, где она должна находиться. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, Пресс-служба Севастопольского благочиния.